Добрый день, дорогие зрители! Сегодня мы опять приготовили для вас немного интересных новостей и сплетен о наших кабинетах. Садитесь поудобнее, приготовьтесь слушать. Итак, в прошлый раз мы вам рассказали о предполагаемом романе между Фернандо Колонго и Бланкой Суд. Ну так вот, продолжение следует. Уже были проделаны целые журналистские расследования, в результате которых журналисты пришли к выводу, что все это фикция. Никакого романа нет, поскольку Бланка и Ферн после съемок ни разу нигде не пересекались и вообще живут в разных местах. Но если вы думаете, что все на этом закончилось, то вы ошибаетесь, потому что в ход пошла тяжелая артиллерия в лице Кармен Салинов, которая, как в известном анекдоте, все знает и везде бывает. Так вот, Кармен Сита утверждает, что роман существует и все это чистая правда. Спрашивается, а ей-то откуда знать? Ну, дама она весьма информированная. И, как правило, как только появляется какая-то топовая новость, Кармен Сита уже тут как тут, со своим вообще просвещенным мнением. Хотя зачастую этого мнения никто, собственно говоря, не спрашивает. Ну, так вот, а если уже учесть ее фиаско с Марией Селестой Фернандес и Габи Спаник, то ей, в общем, очень хочется реабилитироваться в глазах публики. Ну, посмотрим, чем дело кончится. Во всяком случае, если у Фернандо и Бланки действительно роман, то это очень здорово, потому что, мы уже говорили, пара, они удивительно красивая. И Фернандо на самом деле заслуживает немного человеческого счастья. Кстати, о Марии Селесте. Мы уже сообщали, что девушка вышла замуж за свою товарку по тюрьме. С ней они познакомились именно там, год назад. А вот даму посадили за похищение людей. Так вот, Мария Селеста утверяет, что ее жена или муж, там уже непонятно. Так вот, эта дама невиновна. Значит, что там получилось? Оказывается, что, по версии Марии Селесты, она просто сдала дом человеку, которого обвинили в похищении. Более того, в этом доме некоторых похищенных и обнаружили. Ну, что тут сказать? Необходимо тогда подавать на пересмотр дела, добиваться справедливости. Вполне возможно, что действительно человек невиновен ни в чем. В прошлый раз мы вам говорили о проблеме нешуточной, которая возникла перед аурой Кристины Геймлер. Так вот, проблема была решена. Она не стала долго думать, муж или работа, и выбрала работу. Собрала вещи и ушла из дома. Говорят, что он от ревности абсолютно взбесился и даже стал вскрывать ее аккаунты в Твиттере и ее электронную почту. Ну, что теперь делать? Такая женщина яркая, как Аура Кристина, она, в общем, дорогого стоит. И такую женщину надо еще удержать. И лучший способ разрушить брак – это устроить несколько сеансов ревнивых разборов. Ну вот, да выступался, теперь пусть выходит кланяться. Химена Наваретте, наконец, нарушила молчание по поводу своего предполагаемого романа с Уильямом Леви и высказалась в таком ключе, что пусть говорят. Никакого романа нет, это всего лишь работа, они просто хорошо делают свое дело. А если людям охота, пусть говорят, все равно с этим ничего не поделаешь, вообще в голову к людям не залезешь. Ну-ну, посмотрим. Еще один предполагаемый роман на этой новелле – это Иван Санчес и Мариана Сиуали. Все может быть, люди они свободные, никаких обязательств перед другими людьми у них нет. Но, опять-таки, Мариана часто заводит романы на площадках, вопрос только в том, насколько ее хватит. Тем более, что совсем недавно она заявила, что у нее времени на эти глупости нет, работать надо, а не романы крутить. Ну, пара некрасивая, если это правда, опять-таки, то почему бы и нет? Алихандро Санс, испанский певец, завершил свою экспедицию в Арктику, которую он совершил под патронажем Greenpeace. Ну, действительно, проблема с сохранением первозданной арктической природы от вездесущего человека настолько огромна, что нужно привлечь к ней внимание. Поэтому очень многие знаменитости этим занимаются. Вот Алихандро один из них. Ну, что, похвальная вещь, когда человек не только участвует в шоу-бизнесе, не только прекрасно поет, но еще и предпринимает какие-то действия, в общем, обладающие высокой общественной значимостью. Ну, и последняя новость на сегодня. Габриэль Соту срочно госпитализирован. У него сильнейшие боли в желудке, вполне возможно, что это язва. Не везет чего-то ему в последнее время. Недавно он повредил ногу в гимнастическом зале, а теперь вот это. А съемки, между прочим, идут. И рейтинги, между прочим, не растут. Так что, может быть, вот это несчастье с Габриэлем как-то эти рейтинги приподнимет. Будем надеяться. Вот и все на сегодня. Встретимся на следующей неделе, и вы узнаете самые свежие новости и самые свежие сплетни о наших героях. До свидания. Подписывайтесь на наш канал. Субтитры подогнал «Симон»! До свидания! До свидания!